Оздоравливает постройка, которая точно вошла в воронежскую историю, как самая быстро возводимая. Новый многофункциональный медцентр по задействованию с 8 больницей сегодня введен в эксплуатацию. Стараниями военных строителей по типовому проекту Минобороны вырос с нуля всего за два месяца. Сейчас там завершается настройка оборудования. Когда суперсовременные палаты будут готовы принять первых пациентов, и что больше всего впечатляет медиков, знает Евгения Соседка. Скептики сомневались, но вот он, многофункциональный медцентр во всей красе, даже парковой скульптуры есть. Внутри фисташково-желтый дизайн и новейшее оборудование. Медики его как раз осваивают. Физиотерапевты хвалятся английским аппаратом коротковолной терапии. Пневмонии и бронхиты сможет лечить электромагнитным полем. И даже ходить на процедуру пациентам не придется. Техника сама приедет к ним. Такого, уверяют, в регионе еще не было. Этот супер, конечно, это облегчает и работу медсестер. Соответственно, воздействие данного аппарата сокращает время воздействия. То есть он настолько мощный, что мы можем достаточно большое количество пациентов принять. Портативные аппараты УЗИ для работы в операционных и реанимации еще есть и стационарный, и мобильный. А это уже почти достопримечательность. Один из самых современных. 64-срезовый компьютерный томограф. Чем больше этих самых срезов, тем точнее диагностика. На этом оборудовании виртуально их можно дорисовать до 128. Средства связи тут тоже будто из фильмов. Новомодные. Примерила это стильные, обещают функционально. Такие браслеты здесь будет носить медперсонал. Уже используются во всех аналогичных многофункциональных центрах. И, например, в школах Москвы. Прежде всего для экстренного оповещения. Завибрируют в случае пожара. Или, например, несанкционированного вскрытия. Компот хранения наркотических веществ. Работают через радиосеть пожарной сигнализации. Так что связь есть во всем здании. Еще, кстати, могут использоваться как пейджер. Оператор с рабочего места дежурный. Может из программы автоматизированного рабочего места оператора. Выбрать необходимое количество браслетов. На которые нужно отослать сообщение. И набрать текст до 240 символов. И отослать это сообщение на браслеты. Сделаны в Петербурге. Розничная цена одного – 20 тысяч рублей. Для Воронежского медцентра их закупили 188. Это чуть больше, чем весь персонал. В штате здесь молодые специалисты. И те, кто уже работал с коронавирусом в восьмой и старой инфекционной больницах, отмечают абсолютно все в здании. Сделано с учетом профиля медцентра. Система вентиляции совместно с электрическими конвекторами, которые расположены на стенах каждого помещения, обеспечивает климат-контроль в данном медицинском центре. И как раз система вентиляции и может и охлаждать, и подогревать воздух, и также его увлажнять. То есть создавать, так скажем, климат внутри медицинского центра. Одноэтажный как раз для того, чтобы не было вентиляционных шахт. Система своя в каждом боксе. Воздух наружу и внутрь идет через несколько фильтров. Во все палаты, с улицы, отдельные входы через тамбуры. Этот объект сам по себе, рекорд, официально вырос ровно за 60 дней. В самом начале саперы западного военного округа нашли тут противопехотную осколочную гранату, а обилие песка под будущим центром потребовало лишнего времени строителей. Грунт дольше утрамбовывали. Фундамент появился чуть ли не за уикенд. В середине мая тут уже делали кровлю и стяжку пола. В первых числах июня завозили мебель. На объекте трудились 1400 строителей и 120 единиц техники. Кое-что для удобства медиков и пациентов меняли прямо по ходу. Было пожелание в каждой палате сделать подъезд. Возле каждой палаты есть пандуль. Для того, чтобы скорая помощь могла подъехать к каждой палате и на тележке больного завести непосредственно внутрь помещения. Качество работ оценивано лично. Гарантия, как и на все объекты капитального строительства, 5 лет. Эти 200 коек в том числе позволят другим воронежским больницам быстрее возвращаться к плановой работе, принимать пациентов. Новый центр будет с конца следующей недели. Евгения соседка Константин Кахаров, Александр Рудик и Евгений Половодов. Вести Воронеж.